Так, ну что, всем привет. Это больно смешно. У нас сегодня, я не знаю, как у вас, у меня домашняя атмосфера, потому что сегодня прям все свои. Сергей Дегтярев на месте, куда же без него. И Ильну Расходулин, это надо представить, это резидент Казанского стендап-клуба. Если я был в вашем городе, это во многом благодаря ему, потому что он помогает с тем, чтобы у нас все состоялось. У него, я надеюсь, на момент выхода этого подкаста, все ради этого в том числе, вышел концерт, который называется «Отцы и дети». Обязательно посмотрите. Ильнур участник всяких там стендап-проектов, которые я не буду вслух называть новых. Ты же сказал уже всяких. Да, там на всяких каналах, на всяких платформах. Поэтому Ильнур очень смешной комик, прекрасный человек и сегодня гость нашего подкаста. Welcome. Да, привет. Еще у нее жена психолог. А у тебя, кстати, Милька смотрела? Больно смешно. Да, она смотрела гораздо больше выпусков. Если не ошибаюсь, то все. Гораздо больше выпусков, чем вы сняли. Чем вы сняли, да. Ну и вообще много. Первые выпуски, я помню, мы приходили, а она смотрит. Ну там типа с Колей Андреевым. Какие-то вещи мы прям обсуждали сильно. Она знает, что я поехал сюда. Да, она тебя как-то на пустын собирал там. Да, так вот 16 запросов, которые ты можешь задать, выбери какой-нибудь. В глаза Сергея не смотри, это не было. А мне как будто это, я не понимаю, где камеры. Это не так работали, да? Мне кажется, вот это твоя. А, все окей. Привет. Кому всем. Итак. Ну что, давай сразу время тратить не будем. Во-первых, правду скажем. Утро, если что, ранее. Нас последние ночи были отвратители. Они были связаны с дорогой. Мало сна. Но иногда, честно говоря, от усталости проходят даже чуть лучше. Нет сил ставить себе барьеры какие-то. Просто у тебя нет сил на это. И ты просто вот так поток какое-то сознание выпуливаешь. Ну все, ты знаешь, куда ты пришел тогда. Слушай, но у меня на самом деле... У меня на самом деле... То есть я вот к психологам, наверное, хожу редко. Если говорить глобально. Ну слушаешь, как люди ходят. Вот я там раз в две недели хожу. Ну с Артуром, наверное, вообще там не стоит сравнивать. Он чаще там бывает, чем дома, мне кажется. Тем более, что у меня нет дома. Да. Для меня поход к психологу, это как будто ты приходишь, выговариваешься и потом меняешь психолога. Ну то есть как бы новая аудитория. То есть каждый раз ты прямо говоришь, 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 говоришь. Поэтому для меня как будто это не совсем понятно, что это такое. У меня на самом деле есть очень простой, наверное, на мой взгляд, запрос. У меня два глобальных вопроса, которые меня тревожат. Вот один из них, соответственно, вот только что прозвучал. То есть меня тревожит всегда все. То есть у меня вот есть свободное время, я всегда его заполняю тревогой. Все, что это может сейчас произойти. Просто вот мы находимся на стуле. Я такой, так, у дочки сегодня там полодиннадцатого концерт. Она едет одна. Нужно проследить по геолокации, доехала она или нет. А если доехала, то почему она мне не звонит? А если она мне не звонит, наверное, нет. И так всегда во всем вообще. То есть ты, когда у тебя там, не знаю, в жизни что-то происходит, не знаю, тебя наградили за самого перспективного сотрудника, и ты такой, блин, нужно теперь доказывать, что это не так. Это не просто, это не потому, что действительно такое, а потому что нужно вот опять теперь пахать, опять что-то делать. Короче, в постоянной-постоянной тревоге за все. Вот, есть такая проблема, и считается ли она проблемой. И есть более глобальная, которая там сильно влияет на мою жизнь, семейную в том числе. Это не хочу быть папой. Ну, в смысле, как свой папа. Нарежешь потом. Я хочу нарежать, у него уже трое детей, если что, просто построить у ребенка. А я вообще отцом не хочу быть. Нет, не хочу быть. А у тебя неловко. Как мой папа. Быть папой, как мой отец. Потому что, ну, типа, модель поведения, которая была, не совсем приемлема. А другой я не знаю. Ну, то есть я понимаю, что, типа, вот так нельзя было делать, вот так нельзя было делать. Но я не знаю другую, рано или поздно, я так или иначе в каких-то там спорных вещах, в каких-то сфорах, может быть. То есть я всегда перехожу на вот его модель поведения. Я не знаю другой. А она категорично там дома нас не устраивает. Я могу только сказать от себя, прежде чем Серега начнет, что это одна из тех причин, по которым я вообще занимаюсь терапией. Ну, то есть именно потому что я такой, ну, надо быть каким-то родителем хорошим относительно. И это тоже сопряжено с тревогой. Ну, ладно. Серега, прошу. Нет, здесь, знаешь, как я, или ты, ну, да, ты перебьешь, наверное, когда надо будет. Вот я и говорю, то есть я прихожу вот так, я прихожу к психологу, у нас там, типа, обычный сеанс, два часа, например, два с половиной. И час, я понимаю, и в какой-то момент я останавливаюсь, перестаю говорить, потому что я такой, я слишком много говорю. Наверное, уже сейчас тревожно будет, что я долго разговариваю. Короче, что касается родительства, у меня мысли такие, что там у меня родители, там, ну, среднее звено, может, там, ниже, да, может, даже там ниже среднего с точки зрения каких-то финансовых, там, бедных, каких-то вещей. Я такой, я уже добился больше, чем добились мои родители. Я так считаю. Ну, там, в университет поступил, еще что-то, там, работа, дети, еще что-то. Я такой, ну, и все. То есть я сравниваю себя, что вот они немножко добились, и я вот чуть больше сделал, как будто я уже, ну, типа, лучше. Зачем это сравнение, вообще непонятно. Но я не сравниваю себя с какими-то, там, не знаю, хорошими примерами. Я вот взял пример, который мне удобно, и только, да, все нормально. Почему там кого-то что-то может не устраивать, если я уже в жизни сделал неплохие вещи? Хотя, ну, их недостаточно, как показывает практика. Вот. То есть мне хочется не быть таким, как, там, чтобы модели поведения у нас дома не было таких, как были модели поведения в моем детстве. Что, типа, мне комфортно, когда у нас люди не разговаривают с друг другом. Или, там, мне комфортно, когда люди ругаются. И я, там, своим поведением или еще что-то делаю в ситуации таким образом, чтобы мы, там, могли поругаться, поссориться, еще что-то. Ну, если с супругой, там, с детьми, видимо, потом... Ну, то есть это, например, с супругой моя, Мерёша, сама так говорит. Она говорит, ну, тебе просто комфортно вот довести ситуацию до той, в которой ты вырос. А ты сейчас что чувствуешь? Прямо сейчас? Ну, есть... Не торопись. Да, да, этот... И сейчас чувствую боязнь неправильно сформулировать. Когда сюда поднимался, я такой, блин, потрачу время ваше. Такая боязнь. Ты сейчас мне... Буквально вот замедлить просто. Потому что ты даже... Вот начни просто... Постепенно так, в каком-то более-менее гонять воздух в себя, хотя бы просто дышать. Ты сейчас чувствуешь... Ты, говоришь, сказал, чувствуешь боязнь. Угу. Вот сейчас, когда я эти вопросы тебе начал задавать, что-то... Тебя как будто что-то сжало, типа, я куда-то полез. Ну, как будто присел. Знаешь? Ну, ты как-то присел так, как бы, чуть-чуть это... Нет, нет. То есть, какого-то там защитного рефлекса этого нет. А что сейчас? Ну, просто как будто слегка по щеке дали, сказали, подожди, подожди, мы еще... Вот тут, типа, мы в начале еще... Вот такое было ощущение, что все, успокойся, давай спокойно обсудим. И тебя это успокаивает? Да, конечно. Ну, то есть, мнение какого-то человека, оно все равно немножко меня приземляет, ограничивается. Потому что, когда ты, ну, просто говоришь-говоришь, ну, не знаю, нет же на кого-то направленности нет. Тебе хочется, чтобы тебя остановили? Да, мне хочется, чтобы мне в какой-то момент сказали, все, норм, говори дальше. Типа, ты правильно идешь. Или сказали, подожди, давай мы вернемся. Вот здесь ты уже неправильно пошел. Так, а почему тебе это может быть нужно? Почему тебе нужно, чтобы кто-то это сделал, кто-то указал тебе направление? Слушай, ну, мысль такая, что как будто жалко времени, знаешь, то есть, если я буду долго идти, меня никто не будет останавливать, говоря, правильно или нет. Я про другое. Почему тебе нужно, чтобы была какая-то вот правильная или нет? Откуда надежда, что я, например, знаю, что правильно, а что нет? Просто потому, что ты другой человек. То есть, я потом пойму, правильно ты это сказал или нет. Это вопрос дальше больше в мнении, в стороннем мнении. Может, оно неправильное, но мы поймем чуть попозже. Может, это разделение ответственности, например. У меня мысль такая. Вот, например, сейчас почему-то параллель провелась, не знаю, с работой. Что я всю жизнь работал там на руководящих каких-то должностях, но я всегда понимал, что я не могу быть, например, собственником. Потому что когда ты собственник, ты сам за все отвечаешь, соответственно, там не будет человека. Ты просто не понимаешь, что происходит. Вот даже не только сейчас, в целом. В чем именно? Вообще просто. Вот это состояние, ты не понимаешь, что происходит. Вот то, что ты чувствуешь, вот эту тревогу, которую ты описываешь и ожидаешь, что тебя как бы остановят или еще что-то сделают, это буквально можно назвать, ты не понимаешь, что происходит. И это будто бы все время с тобой. А как понять? А я еще пока не об этом говорю. Я просто, как бы я... Ну, то есть я не принял с себя то, что происходит вокруг, что происходит тут в каком... Здесь нет необходимости дополнительных каких-то слоев. Вот ты не понимаешь, что происходит. Не то, чтобы ума не хватает или что-то такое, это просто вот такое вот состояние, ну, буквально ребенка, оставленного в большом торговом центре. То есть он, в общем-то, наверное, может как-то сориентироваться, но в общем и целом чувствует себя не встроенным, то, что происходит. А ты буквально вот ищешь кого-нибудь, об кого можно удариться, об кого можно остановиться. Ну да, наверное. Причем даже скажет, не ударяйся ни сюда, иди вон туда. То есть хотя бы даже как-то неправильно. Ну, просто одному не оставаться. Я даже не сказал бы, что тут именно... Ну, я бы не сказал, что ты одиночество чувствуешь. Дело не в этом, дело именно в... Ну, я уже это сказал точнее, я это уже не скажу прямо сейчас. То есть тут нет необходимости дополнительных. Ну, как бы это просто такой вот... Вот. И отсюда, просто чтобы понять, то есть отсюда идет поведение, что ты... Я пытаюсь что-то делать всегда, чтобы там, ты сюда... Ну, если мы будем аналогию проводить с тем же, там, не знаю, торговым центром. То есть что-то... Я же не стою на месте, или я хожу наоборот. Я сюда пытаюсь, в этот магазин. Я тебе знаешь, что хочу сказать? Когда ты перестал понимать, что происходит? Вот с какого момента примерно ты такой... Вот пропало ощущение того, что ты... в каком-то поддерживающем тебя сценарии находишься, да, что, в общем, я... Ну, как бы я вот чувствую, да, на уровне буквально костного мозга, что я вот иду туда, мне туда надо. Я даже не задаюсь вопросом, я вот... Я нахожусь, как бы мир меня поддерживает, он меня в какой-то структуре. А вот когда... Когда эта поддержка прекратилась? Когда ты перестал понимать, что творится? Я вот с этой тревогой... стал? Слушай, я не знаю. Потому что мне все равно в целом всегда казалось, что я плюс-минус осознаю, что хочу. Ну, может быть, из глобальных изменений там... Было два года назад, я поменял работу в целом, деятельность. То есть я ушел вот в творчество полностью. Тревога два года назад появилась? Она точно появилась чуть больше, чем которая была раньше. То есть условно. Я сейчас просто попробую выйти к выводу. То есть я там неплохо работал, был в сильном достатке, там занимал крупные позиции и так далее. И потом я поменял работу и ушел в творчество. То есть я сделал достаточно существенный шаг назад для достижения чего-то нового. То есть я сильно ужался, не знаю, по финансовым вещам. А для меня тревожность, связанная с деньгами, она там чуть ли не на первом месте всегда находится. То есть когда у меня наступает период, когда у меня там, на мой взгляд, заканчиваются финансы, я могу сильно вообще стать полностью бездействованным. Я начинаю об этом думать еще больше. То есть как будто у меня не закрывается первая потребность, и что я там... Все, я вот... Меня не станет скоро, потому что у меня нет денег. Ну, два года назад, наверное, это был первый глобальный шаг. То есть я понимал, я прикидывал, что вот я уйду. Извини, что я тебя сейчас тронжу. Вот ты сейчас что чувствуешь, когда это рассказываешь? Про деньги и так далее. Ну, что сейчас вроде они есть чуть-чуть. Но я вспоминал... Это вообще никак не связано с твоими чувствами. В какой части тела у тебя ощущение того, что у тебя сейчас вроде есть чуть-чуть деньги? Что это за эмоция такая? Ну, это я просто фактирую. То есть это не эмоции. Я понял, да. Но я же тебя не про это спрашиваю. Я тебя спрашиваю про то, как ты себя чувствуешь. То есть это про такие как бы штуки где-то внутри твоего тела, где-то внутри твоего внутреннего места пребывания. Не в мыслях, а... Ну, жарко стало, могу сказать. От шеи до пояса. Вот такое ощущение. Это жарко от шеи до пояса. Вот здесь прям... То есть это не температурное, это что-то тебя горит. Нет, это прям как будто там что-то нагрелось. Что-то нагрелось. Так, и сейчас ты вот это можешь прямо видеть. Оно сейчас здесь с тобой. Да, оно даже какого-то такого бордоватого цвета. Ты можешь держать с этим своего рода зрительный контакт? То есть продолжать не потерять его? Ну, то есть если оно уйдет, если оно захочет уйти или во что-то перетечь, на здоровье, ну, в смысле до тех пор, пока оно там, ты можешь с ним быть? Это не странно звучит? Нет, звучит не странно, да. Ты понимаешь, что я от тебя хочу? Когда я это говорю? Ну, вообще в целом, то есть... Да, но у меня мысль такая, то есть у меня была вообще мысль такая, типа я ничем не смогу больше заниматься, только буду сидеть и держать его. Да. Вот такое у меня. А как жить? Ну, как будто вот все, ты мне поставил цель, я буду сейчас... Вот я даже сейчас чувствую, вижу какие-то волны там, вижу примерно объем, понимаю. Так, и что? И такой, а дальше-то как? Вот как только я начну заниматься другой деятельностью, все, я просто перестану обращать на это внимание, а, соответственно, этого не будет. Как будто вот такая мысль. Хорошо. То есть я тревожишься от того, что скоро произойдет, хотя может так не будет. Но ты можешь сейчас... То есть ты как бы по поводу... Смотри, то есть ты чувствуешь вот бордовое жигало, пока еще, я не знаю, да, что оно означает. И по поводу того, что я прошу тебя туда посмотреть, по поводу того, что я тебя прошу вот с этим поконтактировать, еще и чувствуешь страх, да, что... Ну, как бы тревогу, да, вот эту? Тревогу, да, да. А тревога как чувствуется? Где она находится? Я не знаю, я могу визуально показывать, да, как-то, не знаю. Вот она вот идет сюда в руки, вот она отсюда, сюда, в обе. Она у тебя по рукам гуляет, да? Да. Артур как-то наблюдал, мне кажется, вот этот вот момент, когда я сильно там тревожишься, меня просто начинает вот... То я вот периодически вот так делаю. То есть скидываю, потому что сюда она идет, и в этих местах я его выкидываю. Я точно могу замечать, что когда я тревожусь, меня вот так вот убираю, как будто вот оно досюда дошло, и я сбрасываю. Вот оно досюда доходит, и я вот так убираю. То есть это вот у меня физически на теле проявляется именно так. А у тебя не только так проявляется. Оно у тебя еще в речи проявляется. То есть ты вместо того, чтобы чувствовать, говоришь. Есть просто у тебя буквально такой... Часть твоей речи, часть вот этого жанра, того, что ты говоришь, это именно выход твоей тревоги. Сейчас вот продолжай просто дышать и смотри. Что там сейчас внутри есть? Бордовая штука на месте? Да, но она как будто чуть успокоилась. Чуть успокоилась. Жжет меньше, да? Она не жжала, но она греет. Ну, греет. Здесь прям греет, да. Да-да-да. Тревога. Она... Вот дыши, дыши. Это хорошо. Прям гоняй даже воздух через бордовую штуку. Вот прям сделай так. Вдыхаешь и... Ну, как бы... И гоняй воздух туда. Пусть вот... Это вот вызывает какое-то сопротивление? Нет. Но это просто вызывает физическое действие. Ты как будто туда же его заталкиваешь, чтобы оно туда точно прошло. Хотя это вот оно здесь, в любом случае, мое дыхание туда и идет. Ну, ты говоришь, пускай оно пройдет. Я имею в виду, мое предложение. Нет, нет. Не вызывает? Нет, не вызывает. Окей. Что? Вот сейчас тревога в руках. Она присутствует? Ну, как будто чуть-чуть есть, да. Окей. В левой. Ага. Если, если, скажем так, как ей дать возможность, вот если бы тревога, да, по рукам добралась бы до центра принятия решений, да, если бы она, ну, вот если мы к ней прислушиваемся, говорим, окей, делай, давай по-твоему сделаем. Что она предлагает? Что она хочет? Что у нее чеш-то руки сделать? Слушай, да, как будто нет там дальнейших действий, знаешь. Вот она просто, мне нужно выпустить. Типа, обрати на меня внимание. Хорошо, мы на тебя уже смотрим. Нет, на меня вот, типа, тревога говорит, обрати на меня внимание. Я ей говорю. Ага. Ты на нее смотришь. Я на нее смотрю. Мы обратили на нее внимание сейчас. и дальнейшие действия как будто нет. Ну, или как бы, попробуй ее, попробуй ее уменьшить. Попробуй меня уменьшить. Окей. А что тебя беспокоит? Что тебя пугает? Почему ты, почему ты растешь? Ну, то есть, ты не в безопасности? Ты, ну, я просто, я думаю, ты не в безопасности. Что тебя пугает-то? Что, не знаю, что я перестану быть вообще в целом. Ну, перестанешь замечать меня, и не будет существовать. Поэтому я всегда, только я себе проявляю внимание. Ты всегда со мной был, я с тобой сам в этом студенчество. Ну, наверное, чуть помладше, там, со старших классов. Я всегда с тобой, и, ну, я про тревогу. Там, не знаю, ни с меня не будет, ну, как будто это будешь не ты. Я не хочу, чтобы ты другой жизнью жил без меня. То есть, я формулировал тревожное состояние всегда, когда был, не знаю, просто ничем не занят. Я мог ехать в транспорте, облокачиваться, подожди, и так далее. Сейчас ты договорил от лица действительно своих переживаний. Дальше начал заполнять пространство. Ты чувствуешь, что тебе надо заполнить пространство? Когда долгие паузы. Чем они тебя пугают? Ну, непривычно же, когда слишком много. Ну, это странно, но мы тут довольно странной вещью занимаемся. Сейчас тревоги как будто стало меньше. Из-за того, что я как бы снял вот этот... Изменил реальность. Изменил реальность. Да, для тебя. Только не переживай, это норма. Все, это сработало. Это какого, ну окей, да. Хорошо. Как ты сейчас себя чувствуешь? Что ты еще чувствуешь? Если опять заглянуть... Опять же, не иди туда за каким-то кладом, чтобы меня порадовать или удивить чем-то. Мне просто нужно, чтобы ты посмотрел, как ты себя чувствуешь и о чем-то мне сообщил. Ну, как будто стало чуть легче. Просто вот стал просто легче. Как будто мы на секунду вышли из комнаты и начали просто общаться. Вот как общались до этого, что там, полчаса надо. Ты такой, а за что ты перевешь? Так действительно начали переживание. И все. И как будто я вышел немножко из образа проекта, назовем это так. Такой, о, все, норм. Это хорошо. Тебе так лучше, наверное, да? Может быть, исходя из того, что ты сейчас себя несколько иначе чувствуешь, исходя из того, что вот мы куда-то вышли, что-нибудь хочется? Захотелось вот руки переложить и воды попить. Я ограничился водой. А руки переложить почему-то? как-то вот хотелось вот так сделать. Посконцентрировал на нему, что я сижу как вот все время вот так. Так, окей, если их вот так положить, ну, чуть-чуть неудобно будет, но легче стало. Что как будто я поменял картинку. Я просто отвлекусь, то есть у меня бывает, что я там сижу очень долго в кресле с кем-то, и потом такой, ой, я некрасиво сижу и меняю позу. Хотя меня эстетическая часть не особо влияет. Мне кажется, что я делаю человеку неудобно, типа, слишком вальяжно сижу, и он подумает, что там заведевшийся человек, условно. Сейчас я понял, что руки сковывают, и надо высвободить немножко. окей, окей, окей. Может быть, кроме физических моментов, того, что тебе хочется какую позу принять или попить воды, есть что-то в межличностном смысле, то есть что-то, что хотелось бы от меня или от Артура, или от того, чтобы как-то куда-то... Ну вот вообще от той ситуации, в которой мы находимся, типа, как-то хорошо провести время. Да нет. Ну, то есть какого-то глобального, глобальных просьб. Можно не глобально? Физических вообще нет. Нет, в целом очень нормально. Типа, ты бы вот так и сидел. Да. Ну, я думаю, что через какое-то время мне захочется встать, походить. Тут везде провода. И обратно сесть, я понимаю. Ты особо не разгуляешься здесь. У меня есть, просто мне иногда нужно выйти в окно посмотреть, хотя там пять минут назад ничего не поменялось, и вернуться обратно. Те вещи, о которых ты вначале попросил, вот в рамках 16 запросов от жены и тех, которые ты потом озвучил по поводу родительства и по поводу тревоги, это темы все еще интересные для тебя? Да, точно. Почему-то я не предложил об этом поговорить. Ну, в смысле, когда я тебя сейчас спросил. А потому что я думал, что ты имеешь в виду что-то вот физическое. То есть, хочешь пересесть. Хочешь, что я думал, вопрос был... Если мне сейчас не изменяет память, я даже специально сказал, что что-то не физическое, не связанное с руками, с водой и так далее, а что-то социальное, что-то межличностное, что можно бы хотеть от нас и чем позаниматься с нами. А, ну, тогда да. Я решил, что это не запросный вопрос. Нет, я вот именно про то, что вот мы тут сидим разговариваем и что бы ты хотел в связи с этим? Куда двинуться? Ну, я бы двинулся в сторону моего отцовства. Ты сказал несколько раз, что тебе не нравится какая-то модель твоего отца. Все верно. Ну, что за модель ты не упомянул? Ну, я ждал вопрос, видимо. Ты не то, что ждал, ты на него напрашивался даже. Ну да. А почему не хотел сказать? Просто любопытно. Не знаю. Ну, разделил ответственность, чтобы ты спросил. Только это ты спросил, это не я. А зачем это тебе? Не знаю. Иногда я не жду вопросов, просто рассказываю и все. Ну, хорошо. а сейчас что вызывает сопротивление тому, чтобы поисследовать этот вопрос прямо сейчас? Ничего. Ну, теперь уже ничего. Ты же опять снял, ты же опять снял. Попробуем понять. То есть, вот на кой-то черт и такой раз это сделал, разбил со скалы, два это сделал, разбил со скалы, три это сделал, разбил со скалы. Ой, это я, кстати, могу объяснить, ну, как мне кажется. Определенное количество неудач, которые там я совершаю, ну, вот даже вот мелких, например, ну, как будто бы намеренно. Они позволяют потом, как это сказать, просить жалостливости в свой адрес. И вот я пытался, пожалейте меня, но потом я смог. То есть, если ты пошел и сразу смог, как будто это не совсем интересно. А когда ты там попытался, пару раз не смог, а потом все-таки сделал, хотя ты мог сразу сделать нормально. Я мог сразу сказать, давайте обсудим этот вопрос. но до него я пару раз не сделал это. Есть такой момент у тебя, что если ты с чем-то справляешься, это не замечено, и это просто приводит к тому, что тебя начинают ожидать больше. Да. И ты этого опасаешься. Ну, я никогда, кстати, не думал об этом в рамках слова опасность, именно там страха. Ну, это не страх, опасность плохое слово. Тем не менее, это тебе, ну, скажем так, тебе это не нравится, тебе это подчиняет, как бы, тебе это надоедает и даже где-то злит. Да, я говорил, то есть мне это всегда, первая мысль всегда нужно теперь делать так же или лучше. Да, то есть твой прогресс, он как бы не признается, как бы, не добавляется к тому, как я тебя воспринимаю, что да, теперь ты стал лучше, теперь ты молодец, тебе больше уважения. А это просто к тому, что, кажется, можно еще ожидать от тебя, что ты еще что-то для нас сделаешь, еще как-то нас порадуешь или там, ну, грубо говоря, можно навьючить на тебя еще пакетик. Ну, да, так и есть. Ну, так и было всегда, наверное. Я чувствую, я понимаю, от этого можно очень серьезно устать и от этого можно начать действительно настаивать на какой-то своей, в чем-то настаивать на какой-то своей, скажем так, инфантильности, да, или какой-то слабости, потому что, ну, надо, чтобы, ну, короче, даже я не буду даже размусоливать, это понятно, на самом деле. Слушай, на самом деле, вот, захотелось понять, когда это началось и можно ли было от этого вообще, вот, от этого навьючивания, мне нравится, потому что я это сильно визуализирую. ты говоришь, я прям представляю этот мешочек, который на меня кладут, я такой, нормально, несу дальше. И мне проще сказать, что мне не очень тяжело, ладно, я понесу чуть медленнее, чем сказать, что мне тяжело. То есть, это вот откуда-то, там, не знаю, со школьных времен, с каких-то первых решений взрослых вопросов за родителей. Да. вот тогда я, по мне, поговорил, перед этим, сделал первый раз, и ты такая, а теперь ты всегда это будешь делать. То есть, у меня есть фраза, которая, там, всегда у меня сидит в голове от мамы, она говорит, ну, ты лучше знаешь, ну, ты лучше знаешь, я говорю, мам, я там у нее, ну, ты лучше знаешь, давай, как мне сделать, а как сказать, ну, ты лучше знаешь, ты что тебе буду советовать, я это не знаю, ты умеешь, точнее, ты не умеешь, но ты, скорее всего, лучше знаешь. А ты не знаешь? Нет, не знаю. Я про это тебе говорю. Да, что я не знаю. Ты не знаешь, что происходит, ты не знаешь лучше. Все верно. Но маме было очень, как бы, вот она в это уверовала, что ты лучше знаешь, до того, как она, ну, до того, как ей правда удалось, она, скажем так, ей хотелось сделать, уже тебя превратить в мужчину, который уже знает, все сам за себя и все может делать, но она поверила в это раньше, чем это случилось значительно. И поэтому процесс подпитывания тебя прекратился, и вместо этого просто она мне говорит, ну, ты же знаешь, ты лучше знаешь, то есть она уже просто, она просто в это уже поверила. А я, условно, первый раз, не сказав нет. А ты мог как бы, я не, ну, может быть, да, может быть, ты мог бы сказать нет, а может быть, это не сработало бы, потому что ей уже надо было, чтобы ты мог. Ну, как будто это было удобно просто. Но люди так делают в целом, все, чтобы тебе удобно было. Конечно. Ну, да. Но во мне это свербит. Ты поиграл, да, с этим, подыграл, подыграл и доигрался. Да, да. Что ты вот, как в тот момент тебе сказали, ты лучше знаешь, ты такой, ну, ладно, и вот так следующие 15 лет, по сути. Все верно. И, грубо говоря, то, что ты с жизнью справился, технически, это, то есть ты понял, где тут коробка передач, где тут руль, но ты все время вот так вот просто едешь в шоке от того, что... Да, смешно встречать таких водителей, кстати. Они есть. Но по факту так и есть. То есть, ну, вот есть такая мысль, что на самом деле, может быть, я озвучиваю какой-то страх или тревогу, чтобы ничего не делать просто. Ну, то есть лень же тоже тобой движет. То есть я могу найти кучу причин. Ну, условно, вот сейчас мы там привели пример с машиной, только я не буду водить машину, потому что я быстро засыпаю, я могу уснуть. А на самом деле, я просто не хотел там тратить деньги на покупку автомобиля, брать на себя ответственность за его вождение и так далее. До тех пор, пока уже я понимаю, что, ну, вот просто он нужен стал. Это вторая часть этой проблемы. Потому что, вероятно, желание мамы уже сказать, что ты лучше знаешь, да, и вот так вот тебе это все навязать, было связано с тем, что ты быть может действительно настаивал на своей инфантильности излишне. А как может быть излишне инфантильность в 15 лет? Ну, то есть ты же и так, и так вот ребенок. ты даже послушай себя. 15 лет. Ну, а что? Ты до какой степени ребенок-то в 15 лет? Ну, ровно на 15 лет. Это не совсем уже ребенок. Это ребенок, но, запятая, но есть существенные оговорки. Не, я понимаю, что там есть осознанность, есть ответственность. Тебе, ну, посадить могут. Ты уже... Я тебе о чем и говорю. Хорошо, я переформулирую. Тогда знаешь, как, что я вижу модель поведения, например, братьев, и что, типа, их там, их не спрашивали так в 15 лет, а они не делали таких вещей в 15 лет. Ну, это я вот сейчас, я никогда в жизни так не говорил. Ну, я такой, ну, а вот, ну, я же видел модель поведения. Это было не так. Но в детстве я не знал, что это было соочинание модель поведения. Все это не важно. Как бы, как бы важно, это умственные построения, которые могут иметь значение, но мы сейчас находимся с тобой в некой небольшой виртуальной версии вот этого вот нашего разговора между собой, и мы должны вот под теми рельсами, которые мы чувствуем. Не важно, что там братья делали, или другие 15-летние, просто факты, судя по всему, ты настаивал все-таки на своей инфантильности. Вот она настаивала на твоей взрослости, ожидает тебя больше, чем ты можешь, а ты не хотел развиваться. Но в итоге она победила же, получается? Нет. Но в тот момент? Нет. Это то, что вот можно очень часто раньше, когда Тони Фергюсона спрашивали, какую ставку он делает на этот бой, он говорил, я ставлю на обоюдный нокаут, что оба друг друга вырубили, вы оба проиграли. Ты не повзрослел, ты научился соответствовать ее ожиданиям, делать взрослые дела, справляться со взрослыми действиями. И, скорее всего, это отражается везде. То есть я играю роль мужа, роль отца и так далее. Да. При этом с высокой вероятностью неплохо. То есть... До фразы с высокой вероятностью захотелось скинуться, сначала такой захотелось скинуться, но неплохо, такой, ну ладно, я постою еще здесь на краешке. Нет, подожди, если скидывайся, конечно, скидывайся просто. К тому, что, смотри, есть как бы вот эта часть, которая научилась все это делать, научилась быть мужем, отцом, и, ну, то есть это, как бы, вот это, тот, кто соответствует, тот, кто справляется при помощи своего ума, понимает, что от него хотят, понимает, как работают вещи и делает их. А есть тот, кто это душевно переживает, как что-то, что превышает его силы. То есть тот, кто, ну, как бы, тот, кто этого опасается, не понимает, не чувствует себя уверенно. Вот тот, кто остался там. И в несоответствии вот этих двух, да, ты живешь, что один с одной стороны справляется все время, второй с другой стороны все время боится. Но он боится чего? Что на самом деле не справляется или что не справится дальше? Сейчас ты справился, но дальше будет сложнее. То есть в чем вот его именно страх? он себе не может, он в себе сил не чувствует и себе не доверяет. То есть он просто как бы не, он сделал это все, но не освоил, он не прочувствовал, что это изнутри не уйдет. То есть тогда, когда его нужно было поддерживать и сопровождать, чтобы вот эти вот образы правления получил постепенно и понял, что это он делает, он решает, он действительно этим управляет и может с этим всем справиться. Вот этого не случилось. То есть это как бы как его бросили в воду и он выплыл, научился плавать, но он все еще вот в страхе это делает. Он в страхе совершает правильные движения, нет такого, что он чувствует, как вода его держит, понимает почему, как ему грести, как ему дышать и все такое. Он тем не менее может смотреть по сторонам, видеть, что вроде вот как-то так, мозги-то есть и начинает делать так же. Но это процесс постоянного озирания и повторения и адаптации. То есть он все время встраивается, он не осуществляет что-то свое вот так вот. И какой итог? Ну так сказать, это же, ну не знаю, на нервной системе офигеть, как отражается, наверное. Да. Раз, это не нужны затраты энергии, это два. То есть ты плывешь, но каким образом ты плывешь? Это все так, но ты пока не осмысливай это головой, ты пока, что ты чувствуешь, когда я все это говорю? Первая была, есть мысль, так, ну или была права, такая была мысль. Ну вообще, ну приходит легкая осознанность, нету чувства, что, да я это знал. А чувства какие? Я понял, да что? Окей, ты, ты чувствуешь, ты как бы видишь какое-то открытие, для тебя же, но что-то приоткрывается. Мне очень нравится, что я сильно это визуализирую, я прямо от этого удовольствия получаю, что тут нужны любую информацию, я прям, я представил там озеро, где я плавал, и так далее. У тебя есть ощущение, вот когда я это говорю, у тебя есть ощущение, что я именно с тобой разговариваю, что я тебя вижу? Да. Что мы на тебя смотрим? Да, конечно. Окей. И как тебе от этого? Вот от того, что мы видим тебя и говорим о тебе, как ты себя чувствуешь по этому поводу? Нормально. Я как будто кино смотрю о самом себе. Ну, это некоторая диссоциация. Каково тебе смотреть это кино? То есть я вот, например, когда смотрю кино, и Энакин Скайуокер в очередной раз предает всех и всех убивает, я испытываю там, не знаю, досаду, грусть. Каждый раз? Ну, первые 40 просмотров я надеялся, что он все-таки одумается. Он каждый раз это делает. Я к тому, что я переживаю эти события как-то. Они у меня вызывают эмоциональную реакцию. Я могу сказать, что те вещи, которые мы вспоминаем из прошлого, вот мы обсуждали маму, и у меня есть четкая картина, когда она первый раз сказала, ты можешь лучше. И я представляю это в деталях. Там зал, количество гостей, количество, не знаю, бокалов, и вообще антураж, и так далее. Это вызывает не очень приятные чувства. Какое? Ну, как будто я опять в прошлое погрузился. Вот так. Когда я погружаюсь в прошлое, мне кажется, что я слишком часто о нем думаю. И это вызывает негатив. Всегда. Да, я вот сейчас понимаю, смотри, когда я погружаюсь в прошлое, мне кажется, что я слишком часто о нем думаю. и из-за этого я испытываю огромное счастье, радость, и мне хочется смеяться. У тебя так? Нет. Я просто попробовал сказать полную хуйню, чтобы ты понял, что я от тебя хочу. Когда я погружаюсь в прошлое, мне кажется, что я слишком часто это делаю. Я по этому поводу испытываю что? Ты счастлив от этого? Ну, нет. А как ты это понял? Ну, я же думаю, что почему я слишком часто вспоминаю прошлое? Потому что, ну, я знаю. Блин, почему я слишком часто вспоминаю прошлое? потому что я так часто вспоминаю прошлое. Или с каким чувством ты это делаешь? Смотря какую вещь из прошлого я вспоминаю. Например, Давай. Ну, ладно, я через это прохожу всю жизнь, все время, долгими часами, просто вы, как бы, давай так тогда попробуем, я тебе попробую помочь. Спасибо. Хотя хочу ударить, но попробую помочь. Да. Так бывает. Вот смотри. Накидываем варианты. Например, блин, я опять вспоминаю прошлое. Каждый раз, когда я так делаю, после этого происходит потом это, это, это. Мне надо перестать это делать, потому что я сейчас опять я загонюсь, закручусь, и опять там не смогу вот это или испортиться, подкастать, еще что-то. Или да, сука, опять я вспоминаю, соберись. опять я вспоминаю прошлое, мать твою. Давай, зачем ты опять это делаешь? Перестань это делать. Какая-то из этих реакций подходит? Ну, скорее первая. Скорее первая. То есть, если я опять вспоминаю прошлое. Ну, ты гиперполизируешь, то есть, как бы ты сейчас сильно преувеличиваешь. Я имею в виду, я же не вспоминаю все свои 35 лет от первого до последнего. Я гиперполизирую и сильно преувеличиваю, потому что порядка девяти раз, когда я спросил тебя до этого, ты не уловил ничего ни на один миллиметр и отвечал мне исключительно из головы. Поэтому я увеличил громкость на тысячу процентов, чтобы у тебя был хоть малюсенький шанс услышать хоть что-нибудь. Если тебе кажется, что эти реакции преувеличены, ты же их можешь как бы по качеству сказать, например, да, эта реакция ближе, но надо снизить там количество, условно говоря, вот эмоций в 10 раз. Я это легко приму. Мне нужно понять, что ты испытываешь. А точнее даже хотя бы, чтобы ты взял привычку туда смотреть. Вот, например, в начале ты же мне сказал, что ты видишь багровый термоэлемент. Да, он нагрелся сейчас. Во, это, наверное, еще ты видел ну тревогу в руках, да. Вот сейчас смотри, он нагрелся, до этого его не было, сейчас он нагрелся. Да, я забыл о нем, пока мы разговаривали. Но он нагрелся, из-за чего он нагрелся? Ну, потому что вы мне указали, что я что-то неправильно делаю. И ты из-за этого почувствовал? Ну, тревогу получаю. Ну, просто я почувствовал, как нагрелся, до спины. Окей, нагрелся это, видимо, мы можем сейчас предположить, что это стыд. Да, ближе к тому. Стыд чаще всего связан с жарами, чаще всего он, то есть, грубо говоря, ты что делаешь, от тебя нет, ожидается вообще. Что ты делаешь, что ты творишь? Ты не то делаешь. Ну, да, именно такое чувство было. Да. На самом деле, я на тебя разозлился не потому, что ты как бы не то делаешь, а потому, что ты сопротивляешься. То есть, не в смысле, что ты неправильный, а потому, что я с тобой, ну, бороться с тобой приходится. То есть, как бы, я тебе говорю, посмотри туда, ты сопротивляешься. И мы как бы в борьбу вступили. Но ты это воспринял как... Хорошо, я могу тебе, знаешь, как сказать, что я на самом деле не совсем сопротивляюсь. Еще только, я опять начал сопротивляться. Я не то, что сопротивляюсь, я не понимаю. Вот. Просто, типа, я глупый, я не понимаю. А это несколько сомнительно, потому, что в начале разговора ты же все-таки смог это сделать. Ты все-таки смог посмотреть в тело и там что-то обнаружить. Но, в принципе, я понимаю, что если я тебя спрашиваю, что ты чувствуешь, то для тебя это как бы вопрос не совсем очевидный. В том смысле, что ты не совсем очевидный, что мне от тебя надо вообще. То есть, что тебе нужно сделать, чтобы ответить мне. Ну, да, вероятность высока, что это так. Или это не так? Ну, я бы, если бы я понимал, я бы сделал, наверное. Я просто не понимаю. То есть, ты не понимаешь. Вот, когда тебе говорят, что ты чувствуешь, ты не врубаешься, что тебе надо. Это происходит так. Если я в этот момент сразу что-то чувствую, я такой, это вот так. Вот у меня руки, вот у меня это. А есть еще такое? Если нет реакции, это такое. давай сейчас, короче, расширять тогда твой скилл, как бы внутреннего уха. То есть, вот давай, мы берем сейчас, вот ты говоришь, ты это все представляешь, эти картинки, можешь мощно их как-то представлять, да? Да, сегодня получается. Здорово. Вот смотри, один сценарий ты описал, да, где, вот ты помнишь зал, вот ты помнишь маму, да, которая тебе говорит, что там она говорит тебе, что... Ты можешь лучше. Ты можешь лучше. Угу. Мы с какого ракурса камеры наблюдаем эту ситуацию? Мама, ты? Вот я, я, здесь вот вход в зал, вот я вошел, вот она вот здесь сидит. Ты из глаз, из своих это смотришь? Да, я смотрю вот от первого лица, от самого себя. Окей, теперь, продолжая удерживать эту сцену внутри, да, и как бы вот сейчас, можно закрыть глаза, если тебе так проще будет, наладить как бы связь между вот тем тобой, который сейчас сидит здесь, и тем человеком, который слышит это вот тогда от мамы. Вот просто буквально осознает, и как, как я не знаю, может быть в фильмах или мультфильмах порой, вот, ну, как будто у них связаны буквально вот тела, ощущения, все такое. Вот мама ему, слэш, тебе говорит, ты можешь лучше. Кстати, на что она это отвечает вообще? Я пришел сообщить, что я решил, куда поступать там. Вот я сообщаю университетскую новость. Такая, окей, ты же сам разбираешься, ты лучше можешь. Вот я представляю себе, как ты приходишь, и ты говоришь, окей, я решил, куда поступать, но ты не решил, куда поступать, ты что-то выбрал, до чего-то додумался, ты выбрал, куда поступать, но ты не решил, куда поступать, у тебя нет ощущения, что, блин, да, я хочу туда поступать, если ты пошел с сомнением. Ну, так и есть, да. Ты приходишь с сомнением, и на самом деле, когда ты говоришь ей, я решил куда поступать, что ты от нее хочешь? Да просто, там, молодец, на самом деле. Когда ты приходишь с сомнением, ты хочешь, чтобы тебе сказали, молодец? Не, ну, чтобы ты сказал, молодец, ты, типа, правильно сделал, все. Ну, типа, с сомнением, правильно ли я выбрал? Так вот, тебе не надо, чтобы тебе сказали, молодец, ты буквально не понимаешь, а ты хочешь, чтобы она тебе, чтобы она появилась тут и оспорила твой выбор или подтвердила его. Ну, когда я говорю молодец, значит, окей, подтверждено, вот я что закладываю в слово молодец. Может, я формулирую не так. Нет, просто ты, ну, правда, это не совсем, ты не за похвалой пришел. Ты не говоришь, я выбрал, куда поступить, о, молодец, что сам выбрал. Ну, мне бы было этого достаточно. ты врешь. Почему? Потому что она тебе так и отвечает, она тебе говорит, ты лучше знаешь. Нет, она говорит, ты можешь лучше, она не говорит, ты лучше знаешь. До этого ты говорил, что она тебе так и отвечает. Хорошо, то есть, ты говоришь, я выбрал, куда поступить, она говорит, ты можешь лучше. А, ты лучше знаешь, прошу прощения, да, это другое. Посмотри, что творится, это же, ну, я не знаю, тут как бы, то есть, мне, почему во мне это там сидит, мне хотелось чтобы она говорила условно говоря вот есть варианты да чтобы она ты можешь вот сюда 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 да я узнал хотя бы вот и халат могла на подруга чтобы она выбрала куда тебе идти ну да тогда бы я опять разделил ответственность это же намного удобней ну как ребенку еще университет ребенок будет ходить нет так в этом и проблема что смотри ты действительно настаивал вот сейчас если возвращать чувством ты ты злишься на нее когда на тебе это говорит ты приходишь в сомнениях ты хочешь возьми выбери за меня не буду и ты в этот момент чувствуешь неприятными что мне опять не помогли можешь ли ты чуть дифференцировать вот это неприятно ты почувствовал что тебя камушек в ботинке но ощущение что я вот ощущение что я опять один вот такое ощущение что я опять что-то сам решаю один буквально чувствуется как под щеночек который остался в приюте его никто не забирает нет что просто щеночек не оставленный просто ну то есть вот но опять я в очередной раз пришел вот если вы могли членом если вам быть сыном до такой сейчас играли в активе тяда типа или типа того тебе нужно было бы без слов а чисто жестами или мимика и руками мне показать что испытал ты в этот момент чтобы ты как бы ты это показал каким жестом вот те нужно чтоб я понял это там загаданы к этой эмоции на тяну я поймал вот так ну опять я бы больше показывал вот это чувство опять моя надежда не оправдал опять вот опять я в очередной раз пришел получил то что я вижу какой-то отчаяния даже ну да да отчаялся побыть ребенком что все-таки кто-то родительскую возьмет эту позицию да и все еще этого хочется чтобы кто-то взял и туда может не за университет но тем не менее нет не хочется вопрос в том что и поведением я это и так и так делаю ну я сейчас попробую переформулировать то есть мне кажется что какие-то например недопонимание дома могут происходить из-за того что я вот за возлагаю нас на жену эту функцию типа вот который возлагал там на маму давай решили меня а мне не хочется так делать ну потому что я же просто я не точнее мне хочется чтобы я так не делал там да ну фишка в том что тебе хочется так делать в этом проблема то есть дело же не том что ты делаешь в том что этого хочешь но действия показывает именно об этом что я постоянно постоянно добиваюсь того действия ты правда хочешь этого то есть естественно когда ты этого хочешь потом ты это делаешь потом этого есть последствия эти последствия тебе не нравятся ты такой ай наверное хотелось бы этого не делать но возвращаясь на все спинки ты этого хочешь тебе почему-то кажется это соблазнительным чтобы кто-то продолжал выбирать какие штаны тебе надеть и в какой университете пойти тебе это все еще для тебя все еще заманчиво а разве ты не нормально ну типа не испытывать это чувство что ты будешь энергию тратить на что-то другое условно здесь за тебя решат ты об этом переживать не будешь ты и пушки в этом заполнять вот эти вот пространство более полезными вещами или более бесполезными что плохого в том что я хочу чтобы это это не взрослые отношения между мужем и женой в этом глобально плохо сейчас подожди ты не чувствуешь что-то что-то не так вот ты я знаю что чувствуешь так а что я что я что прошу что-то странное же прошу что-то совершенно базовую нормальную вещь ты пасешь кур там я коз типа вот ты пока пасешь у меня сюда вопрос в том что ты что плохого в том что человек ну там хочет что-либо не делать почему хочется это оправдать ради чего хочется это оправдать чтобы не испытывать стыд за что ну что что-то опять неправильно думаю и делаю давай не про неправильно давай не про правильно и неправильно давай про то как это вообще просто работает в твоей жизни и вообще сейчас насколько можешь вот если стоит будешь испытывать и тебя вопросы правильные неправильности волнуют пусть вот они в тебе сейчас есть отложи их чуть в бок вот чувству и это все на думать там и об этом насколько придется ну типа если она лезет вот прям вот так вот ну пускай но чуть просто вот ставим в сторону что-то не так здесь вот что-то не работает то есть вроде бы ты этого хочешь вроде бы это нормально там и так далее но что-то не работает как минимум жена не говорит да конечно не даже или или даже вообще это же настолько нормально что можно даже не отвечать да конечно просто уже все работает на что-то не работает ну итоговые положительные реакции нет это не работа какая реакция ну то есть не говоря реакции негативное то есть это приводит к вот ты даже приводил пример ступеньками в конце такой ой реакции по я хочу уже поподробнее ну да например что за реакция это 40 например а что возмущает жену я не хочу быть твоей матерью я хочу быть женой да например возможно даже когда-нибудь ты судя по трем детям она занималась тобой сексом за исключением некоторых категорий на порнхабе матери обычно сексом не хотят заниматься с сыновьями верно то есть это довольно сильно может нарушать вот она почему-то она не говорит блин я отказываюсь от командной работы с тобой или блин я отказываюсь выпасти кур чтобы ты условно грима поделать что-то другое она горит я не хочу быть матерью но вот не работает именно конечная реакция да а почему не именно такая реакция то есть просто как будто бы нет ничего странного в том чтобы разделить обязанности и нет ничего странного в том чтобы имел была командная работа у нас 4 пакета ты 2 возьми я 2 возьму и мы погнали но в том что она чувствует что-то друг она на что-то другое реагирует не на предложение командной работы но на то что я ничего не буду делать а ты все решай а ты в натуре это предлагаешь глобально до тогда чё ты сидишь и смотря мне в глаза гришь типа чё такого вот что нет но что то не хочу делать ты же правда ты же правда сваливаешь на нее ответственность ты не договариваешь как бы ты хочешь вот ты хочешь правда от нее материнской позиции ты не хочешь договориться ты не хочешь командной работы я не разговаривал в плане разделения да я ухожу от этого разговора зачем тогда будет слишком спокойно ну звучит очень странно и бредово хорошо и когда станет слишком спокойно ну я не жил в спокойной жизни условного по моему мнению мне не комфортнее когда есть какие-то хорошо ты это понимаешь ты понимаешь что ты сейчас говоришь я понимаю только я понимаю это только в момент конфликта ты сейчас сейчас понимаю сейчас не хорошо вот вот еще раз повтори просто медленнее то что ты сказал там за последние 20 секунд вот эту вот основной как бы идею что будет слишком спокойно да и сейчас вот медленно просто вот смакуя смысл каждого слова да что дальше ты почему ты пришел быть может даже забыл уже нет я говорил что будет слишком спокойно а мне и мне будет от этого не комфорт тебе будет этого не комфортно тебе спокойнее когда что-то тебе угрожает никогда я могу тревожит на 2 3 года давай еще раз попробуем я сейчас я не издеваюсь ничуть я хочу чтобы ты просто из этого переживания не ушел и сам не хочу уйти за тупи опять нагреваешь короче извини что это так и нет нет это нет не страшно фишка в том что в этот раз как бы совсем нет причины нагреваться потому что ты все делаешь так именно из-за того насколько хорошо ты справляешься я хочу дольше здесь находиться клянусь тебе то есть в этом смысл мы сейчас находимся в настолько значительном моменте что просто и настолько благодаря тебе это происходит что мы должны здесь побыть еще это просто феноменальное наблюдение что когда ты о чем-то беспокоишься когда тебя что-то тревожит тебе так лучше тебе так спокойнее то есть когда что-то разваливается когда что-то за тобой охотиться там для что-то может вот как бы есть вот эту неопределенность опасность какая-то тревога тебе спокойнее когда ты тревожишься за ты беспокоишься тебе так привычнее лучше одну тебе так у тебя так реальность подтверждается твоя да ну и запрос был именно в том что вот сейчас будет обратно разве это нормально это же влияет на что ты нормально ну потому что я вижу что на людей людей вокруг да это напрягает им от этого некомфортно я сейчас не говорю только там про супругу есть люди которые говорят что типа да все перестань ты даже меня уже начал раздражать своих приколах тоже проявляется потому что и приколы на самом деле атакующий характер носит тебе нужно поэтому собственно люди так и реагируют потому что тебе хочется как бы но это другая тема но в общем приколы твои носят атакующий характер и люди если они имеют тенденцию к тому чтобы за это нападение зацепиться они за него цепляются я тебе честно скажу я как человек чьи приколы носят атакующий характер частенько скажу что твои носят еще более атакующий характер чему я в целом поддеваю людей регулярные в целом ну как бы жестокость бесчувственности всякое такое мне присуще и я как бы я как змея выросшая в отравленные среди я могу выдержать спокойно совершенно высокие дозы насилия психологического для меня это вот как вода в которой могу спокойно плавать и когда ты подколол от этого чела если бы мне не сказали что ты его подколол это никогда даже в этом не услышал прикол это был чистый даёб рафинированный вот просто синий кристаллизованный метамфетамин волтера вайта без без намека на шутку даже и где-то в глубине души ты это чувствуешь потому что ты пока он стоял там говорил смотря вон туда даже не на артура то есть это как бы одновременная попытка вроде как защитить его от нападения вот хорошо же что нет я уже неплохо это вызвало реакцию а я именно этим и пытаюсь у тебя такое желание вот хорошо из плохо посориентировать здесь же не дело не в том чтобы хорошо или плохо нам нужно как-то за дизайнить под тебя ситуацию то есть исходя из того к чему она тебя приводит у меня просто сергей понимаешь вопрос вот как будто бы я и так уже все делаю ну я думаю что все люди так делают естественно в том числе я что я и так живу там настолько чтобы мне было комфортно там довожусь таких там критических ситуаций тревог и так далее метод этого комфортно я это частично понимал сейчас более как будто осознанно но вопрос в том что мне хотелось бы это поменять и вопрос могу ли я это ко мне да сейчас просто вот не не настаивай на стану этой комфортности просто пойми что вот например мы же дошли до пленого уровня вот есть проблема с тем что ты в отношениях с женой настаиваешь на том что ты ребенок да это очевидно что это деструктивно ну да тут наверное сомневаться я раз я чисто про тебя даже сейчас просто для тебя очевидно что это просто плохая просто плохо вот как тебе в тех категориях которых ты ну да 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 это плохо все какой видится антидот разговаривать в данном случае например вот просто разговаривать о разделении обязанностей с позиции не требования с позиции попытки действительно чего-то договориться кто что может какую ответственность взять кто как хочет поучаствовать тогда понимаешь это вызывает сопротивление какое-то это вызывает сопротивление что я это буду выполнять я сейчас попробую объяснить условно я как взрослый осознанный человек мы сядем обсудим о чем-то договоримся разделим функционал например там какие-то задачи но далее как имея модель поведения ребенка я просто не буду делать почему я это говорю потому что так бывает в жизни уже матчем договариваться такой какое-то время это делаю и дальше такой они делаю все уж ду когда меня наругают например потому что когда меня наругать после этого я еще какой-то период это буду делать это будет все спокойно вот в таком формате как будто даже там ну опять-таки мне проще ты понимаешь чем это для нее чревато ну сильным ухудшением здоровья я думаю нет это чревато изменением отношения к тебе ну это что она не будет видеть во мне мужчину мужа партнера и так далее а это ценно конечно и ради этого как бы не стоит понапрягаться ради этого не стоит повникать в какие-то ну то есть это не означает что все что она ожидает и хочет ты можешь сделать и хочешь сделать где-то что можешь просто даже договариваясь просто что ты этого не будешь делать что ты не можешь и не хочешь это делать но в некоторые ее ожидания просьбы и обязанности разве не имеет смысл повникать да давай разберем вот два момента который сказал во первых понапрягаться да это ка здесь все понятно для меня такой понапрягаться но повникать по тут вот я такой что это такое повникать смотри это вот вот смотри вот этот вот про которого я рассказывал который который соответствует напрягаться это яблогу вот этот и потом ой как же я устал как же мне все это тяжело как же мне нету больше сил повникать это вот этот это когда можно быстренько а ты показываешь их одного выше другого ниже потому что типа выше это лучше или чтобы просто визуально этот сидит в яме его никто не видит вот этот сверху вылазит это я мы фасадом типа большой взрослый дядька с бородой который все вот это идет делает на все было у нас три делает это чувствует хорошо вот смотри вникать это значит попробовать правда понять почему она просит те или иные вещи что это для нее значит и почему на самом деле ты этого избегаешь вот ты можешь какой-то привести пример который тебя не никак не компрометирует вот спокойно к это пример что надо тебя что-то хочет это это не делает что этому сопротивляешься вот чем-то что там мыть ванну чаще мыть ванну да потому что я больше ее пользуюсь условно еще сказал что я тишины нет что типа там мой чаще ванну потому что мы все здесь живем мы всей там и пользуемся ты пользуешь часть всех просто вот делает а почему она об этом просит ну потому что и неприятно заходить там в грязную ванну а почему как это устроено но она тоже считает себя человеком достойным чистоты и так далее мы живем на равных в квартире соответственно попробуй просто на ее место себя поставить прям полноценно так я считаю себя человеком достойным чистоты это ну это то что она уже может в типичном женском бреду когда но тебя уже ненавидит начать нести причина по которой она просит тебя об этом чем стоит в первый раз я робый я понимаю это тяжело встать на ее место то есть вот не быть пупом земли как любой ребенок а вот как каспером вылетите своего тела и поселиться в ее из ее глаз посмотреть подумать о том что она чувствует и что с ней происходит он меня опять не послушал такая у меня есть реакция то есть она заходит в ванну она видит что например ванна грязная и что она чувствует неприязнь что ты пока нет она пока она чувствует что и ну типа ко мне плохое отношение нет еще пока к ванне грязи просто скорее всего она чувствует банально брезгливость отвращения неприятно пока еще просто вот с вами взаимодействовать дальше на это наслаивается уже то что ты отказываешь ей в том чтобы разделить ее вот эту боль потому что такой боли нет ты можешь в грязные ванны помыться ну условно я тоже могу в грязные ванны помыться но она не может она рассчитывает что ты дает как бы будешь от этого спасать и рассчитывает потому что в общем то ты становишься причиной загрязнения ванны и здесь можно этот вопрос разрулить так что типа я не буду мыть ванну но зато может быть там давайте ее сама будешь мыть но мы как-нибудь придумаем какие-то компенсации или что-то в любом случае это как бы договоренности договоренности какие-то рыночные моменты и так далее присутствуют но в принципе ты можешь просто став на ее место и понять что ну вот едет отвратительно от грязной ванны в рамках и заботы о ней ее помыть чисто для нее это подарок для нее буквально просто акт любви особенно если это правда для нее важно я вот этого есть вот если это правда важно очень очень сильного тогда просто не задавайся вопросом о том насколько это важно для тебя когда ну наш близкий человек даже на там особь особенности имеет моральное право на несколько своих каких-то условных сумасшествий ну то есть я не говорю что это что-то неадекватное что на не просто условия своих каких-то бзиков своих каких-то важных моментов из разряда там со мной вот так 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 нельзя со мной вот так 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 можно если у человека список со мной вот так нельзя и 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 вот так нельзя не идешь ли ты нахуй тогда же с тобой вот так вот нет никак нельзя но еще и говорит со мной вот так и вот так нельзя и вот это 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 для меня реально очень важно стоит вникать в это не напрячься а вникнуть в данном случае вникнуть это понять как она себя чувствует соотнести это с вещами которые для тебя правда имеют большое значение он просто услышать в ней что для нее это имеет большое значение все это нужно это нужно сделать даже не не обязательно при этом чувствовать себя негром на плантации которого хлещут лучше гусаром который с цветами идет просто вместо цветов чистая ванна да да поэтому я пришлось один вопрос а ты хочешь вы именно на камеру задать просто мы сейчас наверное еще после если времени нету хрен его знать насколько это вопрос не без разницы мы можем внизу сейчас продолжить просто сейчас нужно подытожить и вообще как как-то быть любим салты жены поэтому она смотрит нет у меня был один момент вот когда ты сказал что иногда это короче когда твои когда когда твои слова совпадают с словами миши я такой блин но это это как вот о есть еще одно мнение теперь предыдущее мнение стало правильным знаешь тебе один человек говорит постоянно такой ну а тут хоп человек со стороны и все нормально ты сказал такую вещь что иногда можно просто говорить я этого не буду делать и это будет ну это будет соответственно честно ты это хуже чем ты сказал я сделаю и не сделал и дым это часто обсуждаем то есть я как-то как вот перейти к моменту чтобы сказать нет я этого делать не буду здесь должен какой-то размен на но зато я буду делать что-то да да этот вопрос как раз вынесем на обсуждение вместе с вопросом слушай ну в целом вообще выглядит завершён то что мы сейчас уже плавно в конце перетекли уже во вторую тему как будто бы это бы такая хорошая тема второй сессии дальше и так далее где получаешь инструкцию но в целом направление я думаю что мы тоже заказываем с ним вообще направление я думаю тебе по крайней мере внутренней работы оно понятно могу тебе сказать что это был для меня образцово показательный выпуск больно смешно я вот такие люблю я думаю что те кто включает этот подкаст они часто смотрят его именно за этим поэтому спасибо тебе большое сервер как всегда за профессионализм тебе за открытость у меня что-нибудь хорошее в комментариях напишите это был больно смешно бусти патреоны подписки спасибо огромное до встречи